В поселке Майский проходил финальный этап Вологодской области «Золотая шайба». Великоустыкскую детскую спортивную школу представила команда «Ястребы». Ребята смогли обойти всех соперников. Всего на турнире было 8 команд со всех субъектов Вологодской области. Белых волков «Ястребы» обыграли со счетом 30-0. Хоккейный клуб «Вологда» сразился с устьюжскими спортсменами, но счет был 7-2 в нашу пользу. А с «Северянкой» счет был 7-1, опять же в нашу пользу. Финальная игра состоялась с командой «Олимп Майский». «Ястребы» выиграли турнир со счетом 3-1. Дети молодцы, они выдержали нагрузку. Конечно, по конец турнира начали уже силы заканчиваться, но ничего, сил хватило. Команда вышла в всероссийский финал. Мы очень довольны. Это не пределы мечтаний, не пределы совершенства. Мы будем бороться и стараться пройти как можно дальше. Команда «Ястребы» после победы в областном этапе турнира «Золотая шайба» оказалась среди лучших 64 команд России. У ребят осталось много впечатлений от прошедшей игры, в которой они смогли показать себя на все 100%. Мне хочется дальше пройти все финалы и выиграть их все до конца, чтобы выиграть. Были команды, было две группы по четыре команды. Первую игру мы выиграли 30-0. Я там забил четыре шайбы, но я не огорчился, что я мало забил. Но пошел дальше, и когда в финале я забил первую шайбу с красной линией, прямо в девятку. Круто, когда забил первую шайбу. Думал, еще забил, но не забил. Мы забили 47 шайб за весь турнир и четыре пропустили. Мы уложились под шайбы, чтобы нам не забили, но забивали иногда. Таких успехов ребятам удалось достичь за несколько лет ежедневных тренировок и работы над собой. Некоторые хоккеисты до сих пор помнят момент, когда впервые встали на лед. Мы тогда еще со стульями катались. Тогда ничего не получалось. Мне было страшно. У нас поменялся тренер, и он сильнее стал тренировать. Теперь ястребы поедут представлять Вологодскую область на всероссийский этап турнира «Золотая шайба», который в этом году пройдет с 15 по 22 марта в Уфе. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».